Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите канал Цейгаус, канал для любителей военной истории. Если вам понравились наши ролики, не забывайте ставить лайки и подписываться. Успех использования разведывательных машин Сахариана на завершающем этапе сражения в Северной Африке позволил продолжить работы по полноприводным шасси в более широком направлении. Следующей моделью стал бронетранспортер С-37. Работа над БТР началась еще в 1941 году, однако тогда более приоритетным считалось налаживание производства танков и бронеавтомобилей. Постепенно итальянское командование пришло к выводу, что подвоз амуниции и артиллерийских расчетов лучше возложить на специализированные бронемашины, обладающие противопульной защитой и хорошими тяговыми характеристиками. Рассмотрев несколько вариантов, Генштаб одобрил предложение фирмы Fiat, специалисты которой разработали проект бронетранспортера на базе шасси Fiat AS-37. Ходовая часть этой машины сохраняла колесную форму 4х4 и имела все управляемые колеса с пневматическими шинами. Подвеска колес передней оси была независимой на спиральных пружинах, задние колеса оснащались подвеской на листовых рессорах. На бронетранспортер устанавливался 4-цилиндровый карбюраторный двигатель Fiat 18TL и оснащался жидкостной системой охлаждения. Двигатель развивал максимальную мощность до 70 лошадиных сил. Трансмиссия включала карданный вал, 4-ступенчатую коробку передач и механические тормоза. Штатное вооружение отсутствовало, но была возможность установки 8-мм пулемета Бреда 38 и радиостанции RF-3М. Учитывая опыт боевого применения бронетехники в 1940-1941 годах, инженерами фирмы Fiat был разработан корпус, все бронелисты которого устанавливались под рациональными углами наклона. По всей видимости, определенное влияние на проект оказали немецкие бронемашины SD-KFZ-221 и 222. При толщине бронирования от 6 до 8,5 мм бронетранспортер надежно защищался только от огня легкого стрелкового оружия и пехотных пулеметов. Внутри транспортно-десантного отделения можно было перевозить 8 полностью экипированных солдат или до 1000 кг полезной нагрузки. После успешных испытаний прототипа S-37, проведенных в начале 1942 года, с фирмой Fiat был подписан контракт на поставки серийной продукции. До конца года было выпущено 150 машин, большая часть из которых успела попасть на Африканский фронт. В сентябре 1943 года, после подписания перемирия с союзниками, уцелевшие S-37 были захвачены немцами и впоследствии разделены между вермахтом и армией Итальянской республики. Служба бронетранспортеров продолжалась вплоть до мая 1945 года, преимущественно на территории Северной Италии и Югославии, где в последний год войны активизировались действия партизан. Вступление Италии во Вторую мировую войну поначалу было не очень удачно. С июня по декабрь 1940 года итальянской армии не было чем похвастать как на Западном, так и на Греческом фронте. Однако не без помощи немцев, весной-летом 1941 года агрессивные планы Генштаба все же были частично реализованы. Тем не менее праздновать победу было очень рано. Еще во время боев в Греции возникла необходимость в наличии бронетранспортеров, наподобие немецких СДКФЗ-250, способных как перевозить солдат, так и буксировать различные арт-системы. В первую очередь такая машина была нужна и для Африканского фронта. Боевые действия на котором имели более высокий приоритет. Выполняя требования армии, фирма «ФИАТ» в сотрудничестве с испытательным моторизационным центром и королевским арсеналом в Турине приступила к разработке бронетранспортера, предназначенного для действий в условиях западной пустыни. На проектирование специализированного шасси времени просто не было. Но с другой стороны, итальянская промышленность освоила выпуск хороших армейских грузовиков, имевших резерв для модернизации. За основу взяли шасси полноприводного грузовика «ФИАТ-665НМ» с колесной формулой 4х4. Ходовая часть оснащалась колесами с пневматическими шинами и подвеской на листовых рессорах. Корпус машины технологически делился на две части. Спереди размещалась полностью бронированная кабина, в левой части которой располагалось место для водителя. Для обзора водитель использовал четыре больших люка, закрываемых в боевом положении бронеплитами, два спереди и два по бортам кабины. За кабиной устанавливалась бронированная коробка, внутри которой можно было разместить 20 полностью экипированных солдат. Толщина бронирования составляла 7,5 мм, по другим данным 10 мм, что было достаточно для защиты от огня легкого стрелкового вооружения. Чтобы хоть как-то улучшить пулестойкость, верхние бортовые листы транспортно-десантного отделения устанавливались под наклоном. Для защиты предусмотрели установку 8-мм пулемета Бреда 30-го года в кабине справа от водителя. И кроме того, солдаты могли вести огонь по противнику через 16 бортовых и две кормовые амбразуры. Посадка солдат в бронетранспортер производилась через правую дверь у водительской кабины. На бронетранспортере сохранился стандартный 6-цилиндровый дизельный двигатель Fiat 366, развивавший мощность в 110 л.с. Емкость топливного бака составляла 135 литров. На испытания Fiat 665NM поступил в 1942 году и показал неплохие ходовые качества. В скором времени была заказана серия в количестве 300 экземпляров. Однако полностью выполнить заказ до подписания перемирия не удалось. К сентябрю 1943 года фирма Fiat успела поставить около 110 бронетранспортеров, большая часть из которых успела поступить в действующую армию. Примечательно, что в процессе производства конструкция бронетранспортера претерпела некоторые изменения. Если первые серийные образцы делались шаблонно, то впоследствии итальянцы стали активно импровизировать. Так появились модели на шасси грузовиков Fiat 626 и Fiat 666 с полностью или частично бронированной кабиной водителя. Неизменной оставалась только коробка транспортно-десантного отсека. Как можно догадаться, в Африку фиаты так и не попали, но им была уготована не менее жестокая участь принять участие в боевых действиях на Балканах. К концу 1941 года партизанское движение на территории Югославии и Греции расширилось настолько, что итальянцы утратили контроль над целыми районами этих оккупированных стран. Засады на горных дорогах были отнюдь не редкостью и уничтожались в первую очередь обычные грузовики. Таким образом появилась необходимость в специализированном транспортном средстве, способном действовать в условиях горной местности, для чего и были приспособлены Fiat 665 NM. После оккупации северной части страны немецкими войсками на ее территории была образована Итальянская Республика, головой которой вновь стал Муссолини. Немецкое командование распорядилось вернуть ей часть ранее захваченной бронетехники, среди которой было достаточно много Fiat 665 NM. Разумеется, Итальянская Республика получила далеко не все из них. Большинство машин использовалось параллельно обоими армиями на протяжении 1943-1945 годов, преимущественно для полицейских функций. Оставшиеся к моменту капитуляции Fiat 665 NM были впоследствии утилизированы. В 1941 году фирма Fiat получила задание разработать новый бронетранспортер на основе трехтонного полноприводного шасси SPA Davunkwe 35. Прототип ходовой части ввел свою родословную от армейских грузовиков Fiat 611-612, база которых в свое время послужила для создания одноименного бронеавтомобиля. Производство модернизированных машин на предприятии SPA началось с 1936 года. Обычно эти грузовики оснащались бензиновыми двигателями мощностью в 48 и 55 л.с. В начальный период войны SPA Davunkwe 35 хорошо зарекомендовали себя как в Северной Африке, так и на Восточном фронте. Броневая коробка транспортера состояла из плит толщиной в 10 мм и была открыта сверху. Технологически корпус делился на две части – кабина водителя и транспортно-десантный отсек. Поскольку толщина бронелистов не превышала 10 мм, борта выполнили двускатными, чтобы улучшить их пулестойкость. На бронетранспортере устанавливался четырехцилиндровый бензиновый двигатель Fiat 18T, развивавший мощность в 55 л.с. Емкость топливного бака составляла 100 литров. В качестве вооружения использовали один или два 8-мм пулеметов Бреда, которые устанавливали за местом водителя. Испытания транспортера начались в 43-м году, однако до капитуляции Италии полностью завершить их не успели. В итоге серийное производство бронетранспортер, сейчас более известный под названием «Автотранспорта Блендата» СПА «Довунковая-35» запущен не был. Продолжение следует...